Секунду, ну что за это затягание туда-сюда, да? Мы послушали только Шадона, да, или Лорда, как его называют. Друзья, у меня к вам обоим вопрос. Во-первых, он крайне херово выглядит. Крайне херово. Это стероиды, это алкоголь, это, ну, что это? То есть, ну, он выглядит чудовищно просто, да, вот, ну, просто отвратительно. Ислам, как ты думаешь, что это такое? Ну, по этому поводу я уже говорил, у меня есть информация, ещё несколько лет назад я её получил от очень надёжного источника. Я не могу говорить, кто этот человек. Но у Кадырова был, так сказать, период, и он до сих пор, он продолжается, когда он глотал горстьями, вот как мне этот человек рассказывал. Он лично это видел своими глазами. Кадыров брал в руку таблетки, горсть таблеток и частями их глотал за один раз. То есть, он не мог всё взять и проглотить. Настолько много их было, этот человек не так их объяснял. И, к сожалению, этот человек не сказал мне, какая болезнь была у Кадырова, а он знал, какая болезнь была у Кадырова. То есть, это был настолько такой человек, который не столько приближённый, сколько был в курсе происходящего. И просто Кадыров болен. У него действительно физические проблемы. Он об этом не рассказывает. Я не знаю, насколько это правда. Буквально несколько дней, кажется, назад в телеграм-канале НИСО, это наш оппозиционный, не оппозиционный, а тоже против Кадырова канал, Чеченский. Наши братья его ведут. Была опубликована информация, что Кадыров выскочил у себя в резиденции, извиняюсь, чуть ли не голышом. Орал, кричал, стрелял вверх из пистолета. Видимо, ему мерещились, не знаю, какие-то враги, возможно, черти ему какие-то мерещились. И охрана боялась его остановить. Но в итоге они его остановили, но не то чтобы скрутили, успокоили, когда он сам уже успокоился, и увели. Потом в окрестных домах ходили кадыровцы и проверяли телефоны у жителей, кто-то это заснял или нет. То есть такая информация была. Я не знаю, насколько это правда, но мне в это верится, потому что Кадыров действительно... Продолжение следует...